С 15 июня в Оренбургской области начали работать 50 консультативных точек волонтеров Конституции во всех муниципальных образованиях. Шесть из них работают в Оренбурге. В Оренбургской области всего подали заявки более 2000 волонтеров на Всероссийский общественный корпус волонтеров Конституции. В результате обучения, отбора у нас осталось по всей территории Оренбургской области порядка 750 волонтеров. Обучение проходило в несколько этапов. То есть это первое онлайн обучение. Ребята рассказывали именно по поправкам. Я учусь на железнодорожниках, инженер подвижного состава. Не сложно выучить все поправки? Ну, были некие сложности, но я их переборола. Я как бы для себя выделила несколько поправок, которые действительно я считаю нужны. Это наши дети, которые наше будущее, соответствующая зарплатная плата. Предлагается внесение таких поправок, как ежегодная индексация пенсии, что зарплата не будет ниже прожительного минимума. Обучение проходило с марта этого года. По всей видимости, волонтерам объяснили только как проголосовать. Поскольку проинформировать корреспондентов о поправках помимо индексации пенсии и установлении зарплаты не ниже МРОД нас не смогли. Что связано с учеными? Зарплату им поднимет, улучшит уровень жизни. Есть какая-нибудь такая поправка? Есть поправка о том, что, соответственно, зарплату, соответственно, да, сейчас волнуется. Не знают, о каких поправках идет речь и оренбуржцы. Кому передадут полномочия президентские в большей степени? Как это повлияет на жизнь? Нет, я не знаю, не скажу. Ой, ничего. Нет, никак. Кое-что знаю, да. Расскажите, пожалуйста. У меня сейчас времени нет дышки делать. А вы пойдете голосовать? Конечно. Чему пенсионную реформу не сделали? Так вот, чтобы голосовал народ. А Конституцию сделали. Кому она нужна? Президенту, правительству и все. Ну, о природе, о новогосударственных каких-то границах, чтобы как бы не претендовали больше. Мало, наверное, было сказано о педагогике, наверное, как это незащищенное, не медики. У бюджетников совсем ничего не было сказано? Ничего не сказано. А вы пойдете голосовать? Ну, если срочно нужно, да. Если нет, то нет. Как изменит жизнь, не знаете? Нет. Вообще ничего. Напомним, по предписанию Роспотребнадзора голосование оффлайн будет проходить в палатках и шатрах на улице. Помещения будут проветривать каждые 10 минут. К самоизолирующимся оренбуржцам бланки будут приносить на дом. Валерия Шарова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.